Мастерская изначально была обычной лавкой, которую купил мой дед, когда она была только-только построена. Ну, либо он сам ее построил. Но, судя по всему, он действительно построил место сам. Этот магазинчик появился до эпохи супермаркета. Здесь можно было купить туфли, одежду, ковбойские седла и сапоги и другие товары для верховой езды. Дед очень увлекался верховой ездой. Катворм. Это кличка моего деда. Помню, я впервые услышал, как его назвали Катворм какой-то рыбак. Мы проезжали мимо него и остановились поболтать. Он сказал, «Привет, Катворм». Мы перекинули с ним пару слов и поехали дальше. Тогда я спросил, «Почему этот парень назвал тебя Катворм?» На что дед ответил, «Да меня так все называют». До этого момента я ни разу такого не слышал. Если бы не мой дед, то у меня бы не было этой мастерской. Потому-то я и назвал ее в его честь. Катворм Спешлодис. Изначально, как мне кажется, мое желание открыть собственную мастерскую было вызвано стремлением работать на себя, а не на кого-то. Я брался за любую работу, лишь бы платить счета. От внедорожников до байков до сломанных газонокосилок. И пока я делал эти мелкие работы, в округе у меня появилась репутация парня, который может починить то, чего не могут другие. Я брался даже за то, к чему уже нельзя было достать запчасти. Я был тем парнем, который мог починить даже такие вещи. Эти мелкие работы проложили мне путь и дали необходимый опыт. Все, чем я занимался в жизни, скейтбординг, диртбайк, даже картины, которые я рисовал в старшей школе, все это прокладывало мой путь. У меня нет специального образования, и я не был лучшим учеником в школе. Всему, что я умею, я научился под этой крышей. Покупая токарные и сверлильные станки, я не умел ими пользоваться. Но я готов был рискнуть, покупая оборудование, и готов был часами стоять около него и разбираться, как оно работает. При желании все получится. Моя работа несколько отличалась от традиции. Я не мог назвать себя традиционным автопроизводителем. Я не пытался построить хот-роуды. Это совершенно не мое. Я не собирался конструировать то, что есть вот у этого парня. Я не шарюсь по интернету в поисках хитрых, клевых идей у других людей. Я просто не делаю такие вещи. Если я вижу что-то, созданное другими, я думаю, хорошо, это уже кем-то сделано, я сделаю что-то другое. На самом деле, у меня нет определенного плана или папки с проектами, рисунками или 3D-рендерами. У меня есть только общее представление. Один из моих друзей-металлообработчиков называет мои работы в большей степени произведением искусства, а мою машину он называет Art Road. Это своего рода имя нарицательное для моих работ. Но я и не пытаюсь делать вещи традиционным путем. Изначально я делал машины для себя или для кого-то из друзей, поскольку бизнеса у меня тогда не было. Но рано или поздно ты создаешь что-то, что окружающие замечают. В итоге наступил длительный период, когда я вообще ничего не делал для себя, только для заказчиков. Я очень легко оказался в положении, когда работа больше не приносит удовольствия, поскольку для себя ты уже ничего не делаешь. Думаю, каждый человек, работающий в креативной сфере или зарабатывающий любимым делом, должен время от времени делать что-то для себя. В противном случае, ты начинаешь забывать, для чего ты вообще начал этим заниматься. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Jawbreaker, DimaTorzok что в переводе значит «Касталон». Это и есть проект, который я сделал для себя. Он подарил радость от понимания того, чего я достиг. Давным-давно я делал очень много работ. И сейчас, оглядываясь назад, я с трудом понимаю, как я это все сделал. Но все-таки я смог. Хотя те работы выглядели не так здорово, как сейчас. В моей работе иногда приходится создавать себе инструменты самостоятельно, поскольку больше вариантов нет. Хороший инструмент невероятно облегчает работу, так как производимая деталь получается качественнее. Гораздо лучше работать с деталями, выполняющей свою задачу в точности, как задуманно, нежели чем работать с недоделками и по ходу придумывать, как заставить их работать. Подходящие инструменты играют значительную роль в работе, но только ли в этом дело? Нет, поскольку внутри тебя самого должны быть многие умения и качества. Меня зовут Джефф Гринстоун. Я сварщик, разнорабочий инженер, формовщик металла и производитель. Я это Cat Worm Specialties. Субтитры создавал DimaTorzok